Что-то я там хотел сказать и завис. Вот такие вот домики иногда попадаются со звездочкой. Это типа домику дали звездочку или такая-то особенная отметка. Охуительный дом. Ну тут как бы два дома по подобной постройке и в принципе да они охуительные. Простые охуительные. Невер майн. Короче вот тоже блин я уже не первый раз обращаю внимание на то что если люди замечают глазами что ты их снимаешь если ты какое-то смягчающее словечко не кинешь. Типа chill out bro, I'm just a blogger, бла-бла-бла. And never mind, I'm just a filming my environment. Короче что-то вот такое если конечно сболтнуть из разряда hey dude take a chill pill что с идиомы обозначает take a chill pill то есть расслабься и не парься но это очень близкому другу такое можно сказать типа или или например нельзя говорить come on man suck it up I'm just a filming my environment то есть come on дружище типа это мягковата грубоватая форма заткнись или как это прикрой рот типа и продолжай делать свою работу но все зависит от контекста если конечно мы говорим насчет предложения о работе и тебе говорят come on man suck it up it's just a money то есть здесь строго звучит камон чувак просто закрой свой рот и делай свою работу вот или еще фразочка веселая которую сейчас как бы пошел список тех фраз которых не стоит употреблять как как смягчающее потому что она только вызовет негатив и создаст пиздецовую ситуацию если вы какое-то предложение дали человеку американцу или новоиспеченному американцу то есть так перебегай дорогу и если человек согласился на вашу работу пусть это будет там работа за кэш или еще чего-то соответственно соответственно если вы скажете just make your job and don't make on the floor или get the job what you have and don't make on the floor это фраза которая дословно не переводится сейчас я объясню что это значит если это перевести дословно то есть get your job what you have it and don't make on the floor примерно звучит как бери работу первую которую нашел и не обоссысь вот такая вот фраза потому что короче это был список тех фраз которых лучше не употреблять но если все таки вы набрались смелости поснимать те места в которых лучше не снимать сейчас вот это то что я сказал можно конечно всякими пошлыми шутками обложить но я надеюсь этого никто делать не будет в комментариях как максимум вот хотя хороший юмор я ценю пока что на видео не сильно получается шутить а ну да ладно короче когда снимаешь видос лучше людям дать смягчающую подачу I'm just filming my environment I'm not trying to filming your house or your own stuff или там говоришь I'm not doing something special I'm just a blogger so if that difficult for you I can stop recording if you require ну опять таки все по ситуации зависит так я сейчас попробую обновить зайти на privacy property и просто подснять машинку ну такие машины редко попадаются поэтому как бы я считаю что нужно зайти и подснять если вы считаете что это легко то нет это не легко нужно достаточно как бы много наглости иметь яйца у меня остальные наглость у меня тоже присутствует но надо некоторые скиллы развивать не машинка не сильно интересная а так что будем двигать дальше не настолько интересно чтобы я прям шел и снимал и так очередной богатый проволок сегодня кстати тепло к слову на момент съемки 23 ноября а зима уже близко сегодня по идее Thanksgiving Day короче дедушка Happy Thanksgiving Day деду лет под 80 а он там крутит мутит молодец что сказать так я сейчас наверное на этом питочке буду разворачиваться не знаю сегодня у меня за цель перебраться за маленький мост Бэйвилл Сити пройти пешочком до Хексвелл и попутно поснимать интересные машины потому что я когда на права сдавал не скажу где секреты не выдаю я знаю одну хорошую эрию в Лонг Айленде где можно спокойно сдавать на водительские права но при этом нужно уроки вождения взять обязательно обязательно без этого никак вот ну чтобы не проходить тяжкий путь воина есть подробные инструкции о том как лучше сдать на права в Нью-Йорке сейчас вот тоже вот кстати Федекс я бы сказал одна из самых точных доставок пусть Амазон не обижается но Амазон это конечно это наверное как новая почта в Украине всегда с сюрпризами крутой дом так вот вот и пятачок очередной где мы просто делаем вот так всем спасибо за просмотр еще раз подсветим дуб домик охрененный дом конечно генераторная запорная мини подстанция сегодня особенно опасно лазить вот так по участкам ну и пытаться зайти в машинку какую-то интересную подснять просто потому что сегодня все дома и следующие несколько дней ой но это конечно не так опасно как по минам шастать и в Украине находиться поэтому чего мне жаловаться Америка прекрасная страна я как бы уже достаточно здесь пожил чтобы с уверенностью говорить что у Америки есть свои проблемы американские вот но то как в Америке в принципе протекает жизнь на некоторые вещи можно закрыть глаза я надеюсь меня за это не забанят но я все-таки это озвучу очень много скандалов скандалов в церквях это прям очень частые скандалы когда выявляют педофилов в церквях сказать что такого в Украине не было нет просто об этом очень часто умалчивали ну в общем просто самой церкви порой трудно доказать что кто-то там из их священников подобное натворил вот что-то мне вот это просто спло в голове ну и в Америке по стрелушке частая тема то в школах как правило где-то кого-то одноклассники зобычили забулили человек обозлился насмотрелся фильмов класс там еще чего-то купил оружие что в доступе в Америке и пошел стрелять всех это тоже к сожалению очень часто то есть вот как бы две такие серьезные проблемы которые я назвал я когда сюда приехал в Штаты классно кстати видео закончил вообще обалдеть ладно уже закончу мысль буду отключаться я когда приехал сюда в Штаты первое что мне сказали что USCIS это наверное самая такая контора государственная которая делает все мягко говоря не очень качественно кири 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 то есть USCIS как бы говорили что некачественная контора что я подрастрелся тетка вышла я кота снимал я думал уже вылетели на меня гавкать то что я дом снимаю и она была бы права в общем ничего особенного в USCIS у меня не случалось я по крайней мере так в этом был уверен вот ну по факту по факту ситуация одна неприятная была получается когда я подал документы подался на документы мне сделали ошибку в фамилии насколько это серьезно я думаю сильно серьезно это настолько причем как бы в аккаунте USCIS в своем я ошибок не делал и все это перепроверялось сто пятьсот миллионов раз потому что так это что у нас это fire department господи где-то уже индейка подгорела в общем сделали ошибку в фамилии конечно как бы государственная структура не будет признавать что сделала ошибку в фамилии пришлось подключить адвоката и он подал быстро такой мини кейс мини запрос ему как представителю закона ответили и то есть как я узнал что у меня ошибка мне пришли два конверта говорящие о том что процесс документов начат и нужно прийти на биометрию я пришел на биометрию и там я тоже сказал что ошибку сделали в момент когда точнее до биометрии я еще раз написал в техподдержку USCIS они подумали что я ошибся я опять еще раз написал я уже просто как детям объяснил что ребята ошибка была сделана с вашей стороны не с моей и есть такой момент что документы скорее всего обрабатывал робот потому что ошибка очень глупая но тем не менее как бы это случилось в офисе где берут биометрию сделали заметку соответственно как бы сообщение в техподдержку заметка в офисе по биометрии и небольшой запрос от адвоката сделали свое дело мне пришло очередное очередной ответ с этого мне пришел очередной ответ с USCIS где уже наконец-то в электронном письме моя фамилия была правильно для меня это был знак неуверенный но знак спустя какое-то время документы мне попали в руки без ошибок поэтому говорить что в USCIS проблемы да это самая загруженная структура но при этом если все делать правильно не успел снять если все правильно то все исправляется в нужные сроки я просто думал что при получении документов я получу уже с ошибками их но главное вовремя обратить на это внимание вот как я и говорил Америка страна со своими проблемами но также со своими возможностями и вспоминая то как подобные вещи с документами протекали в Украине я конечно вообще удивляюсь в свое время я когда учился в Херсоне в мореходном училище меня заставили приписаться то есть под давлением меня заставили приписаться в Херсонском военкомате чего я делать не хотел потому что меня устраивало то что я был в Николаевском военкомате потому что и прописан я был в Николаеве но но вот но вот люди которые находились в Херсоне они настаивали на том чтобы я предписывался в Херсоне причем очень сильно настаивали вплоть до того что меня могли бы с учебного заведения отчислить и в тот момент наша мореходка должна была под Керчь перейти тогда для меня это не вызывало никаких вопросов сегодня когда Херсон отжали почти без сопротивления ну только гражданские сопротивлялись это то что я видел этим людям респект как бы я не пытаюсь как бы соединить то что не связывается но по факту принуждали приписаться в Херсоне не только меня одного соответственно люди уже тогда что-то знали у людей был план ну и представьте себе был бы я приписан в Херсоне ну короче в мирное время в целом как бы это проблемы большие были чтоб оттуда выписаться потом а военное время это ж вообще это просто подстава конкретная вот ну и как бы продолжая тему проблематичности работы системы в Украине всех администраций то есть что касается кое-как ваших документов то есть к чему все пришло в общем я выписался с горем пополам с того Херсона и обратно приписался в Николаеве но когда у меня когда пришла пора менять бумажный паспорт на пластиковый возникла проблема проблема заключалась в том что меня нигде не было ни в Херсоне не понимали кто я ни в Николаеве не понимали то есть распиздяйство и так я на 6 лет примерно завис в воздухе вот так не тудым и не сюдым так вот это переводится как дети свиноматки играют кто-то буковку содрал школьники шутники вот минутка юмора закончена идем дальше хотя весь юмор дальше наоборот сейчас будет продолжаться так вот меня то есть начали трусить кто я откуда и когда я в Николаеве общался с начальником миграционной службы я не мог понять почему все процессы так затягиваются почему меня постоянно с города в город высылают пересылают и николаевская миграционная служба не хотела общаться сирсонской вот и все хотя как бы единая страна все дела как бы но это до войны было это далекий 2012 вот момент когда я заканчивал обучение в Херсоне ну собственно как бы проблема не решалась она только усугублялась и потанцевав на ковре Николаевской миграционной службы потанцевав в Херсоне наконец-то люди пришли к общему умозаключению что я свой человек в Херсоне мне поменяли паспорт поскольку он закончился а меняли по месту жительства на тот момент с Херсона не хотели выписывать потому что а куда тебе выписывать паспорт у тебя не действительно дружище ну короче все настолько проблематично стало что просто капец вот и вообще ситуация была не шуточная ну для меня то да это были конечно вопросы сейчас конечно больше большая часть как бы вопросов закрыта понятно почему так потому что как бы те люди которые были у руля в Херсоне их либо сейчас прибили либо они уехали в Рашку потому что ну все новости смотрели да все все видели как Херсон сдали ну к слову на текущее время половина Херсона ЗСУ откатили что слава богу Николаев перестал получать ракетные удары ну как получает но не так как раньше а Херсон наоборот принимает а это все остается в истории я это все запишу как есть надеюсь русские войска больше никогда не появятся на Украине я искренне в это верю но 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 все наверное задаются вопросом почему я не в Украине а в Штатах ну во первых когда мне по здоровью позволено в третьих в третьих то что сегодня не знаю как насчет сегодня точнее ну на текущей на 23 ноября я просто тот человек который разбирается подробно в вещах я я желаю победы Украине но я не питаю теплых чувств к Зеленскому абсолютно по многим причинам я как бывший частный предприниматель я столкнулся с уймой законов которые ну я против законов потому что они против тех законов которые издал он как президент текущий просто грабительские законы законы касающихся коммунальных служб которые развязали руки коммунальным службам и дающие право забирать у людей машины жилье за долги превышающие едва ли 200 гривен я наверное уже в каком-то видео говорил ситуации когда одну платежку делят на два чека один чек теряет и по факту ты ничего не заплатил как надо в итоге на тебя подают втихаря в суд без уведомлений и в один прекрасный день блокируют все средства на счету пусть это будет мое косвенное доказательство у меня много видео было с облэнерго в основном с облэнерго с горводоканала то есть все коммунальные службы в этой мошеннической схеме задействованы пусть это будет хоть и косвенное доказательство какие-то видео у меня остались какие-то мне пришлось удалить потому что господа СБУ смотрели телефон а сегодня что значит что-то против президента сказать это инакомыслие это наказывается законом то есть чисто технически и по факту находиться я в Украине не мог ну я не тот человек который молчит некоторые мои знакомые которые меня знают хорошо знают что как бы я твердые условия в деле а поэтому я ездил на митинг фопов 25-26 января до войны 2021 года ой господи 2022 пардон когда люди пришли просто слово сказать то что им это не нравится есть конкретные законы перечислять я их думаю пока нет смысла я думаю это уже будет мой адвокат умение спрашивать вот вот ну как-то вот так вот вот